Спонсор передачи «Город женщин» – дом ткани «Якутюрье». Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы рады приветствовать вас на каналах НВК «Саха» и на канале «Саха-24». Хотелось бы от всей души поздравить всех телезрителей с началом нового телевизионного сезона. Ну а прямо сейчас в прямом эфире программа «Город женщин». Программа, в которой мы ежедневно будем обсуждать интересные темы о женской красоте, о женском здоровье, о дамских секретах, интересах и увлечениях. Ну а каждую среду путешествовать по городу женщин буду я, Дарья Анкехова, и мои соведущие, мои помощницы, умницы и красавицы. Знакомьтесь, эксперт Миримода и креатива Мария Куницкая. Привет! А также бьюти-эксперт, косметолог салона красоты «Аннабель» Анастасия Крылова. Добрый день! Ну и каждую среду, встречаясь здесь, я буду помогать вам быть творческими, креативными. Я не буду вас учить, просто буду давать некоторые рекомендации или советы, как свою жизнь оформить оригинально. Может быть, какие-то лайфхаки, так современное слово у нас будет фигурировать. И кое-что об одежде и моде и стиле. А я научу вас подчеркнуть свою красоту, как ухаживать за кожей лица и тела. Буду показывать в домашних условиях, как делать масочки и становиться еще лучше и красивее. Итак, дорогие телезрители, тема нашего эфира сегодня «Красота. Страшная сила». И мы начинаем! Красота – страшная сила. Эта знаменитая фраза, пожалуй, знакома каждому. Но ведь красота бывает разная, и понятие это относительное. Красота всегда приковывает взгляд, завораживает дыхание и впечатляет воображение. Ну а что же такое женская красота, мы постараемся обязательно разобраться сегодня. Девочки, ну первый вопрос хотелось бы задать вам. Мария, ты у нас человек творческий. Что ты думаешь для тебя значит женская красота? Ну, если, так сказать, с точки зрения моего мироощущения, то, конечно, любая женщина должна подходить к красоте творчески. В ней должна быть изюминка, ну или, как мы уже с тобой говорили, хотя бы чертик должен водиться, чтобы она отличалась от всех. Потому что быть одинаково красивыми всем – это скучно. То есть изюминка должна быть и? Чертик. Чертик. Что же такое чертик, я думаю, мы узнаем, наверное, в ближайших эфирах. Что для вас, Анастасия, женская красота? Красота для меня – это внутренняя гармония, и внешняя красота, конечно же, не последнюю роль играет. Человек должен быть гармоничным во всем. Маш, ты у нас представитель бьюти-индустрии. Как ты считаешь, можно ли с помощью каких-то аксессуаров, либо элементов одежды подчеркнуть женскую красоту? Ну, это естественно. Уже сколько веков женщины пользуются косметикой, и это не секрет, и красивыми одеждами, и, значит, пользуются прекрасными для волос средствами, чтобы все-таки как-то себя поддерживать и выделяться, и быть, может быть, даже лучше, чем они сами себя считают. Замечательно. А почему сейчас вот стало модно вот именно творить все своими руками? Домохозяйки стали этим заниматься? Да не только домохозяйки, да? Молодые мамочки. Сейчас очень модны различные курсы, да? Хендмейд. Маш, почему это все так популярно? Если с точки зрения общих экономических, так сказать, позиций, то, извините, у нас почти 8 миллиардов уже. Заводы делают одно и то же, фабрики стремятся все поставить на поток. И чтобы как-то выделиться, опять же, только чтобы выделиться. И потом, понимаете, творчество позволяет так же, как вот темы, которые мы сегодня затронем, и спорт, и красота. Творчество позволяет, во-первых, не стариться. Во-вторых, позволяет нашим мозговым клеточкам, нашим рукам, нашим внутренним, так сказать, душевным ресурсам все время быть в движении. Мы все время, когда занимаемся творчеством, мы занимаемся тем, что мы сотворяем почти как Господь Бог что-то своими руками. То есть мы приближаемся, ну не к небесам, конечно, но к чему-то божественному. Ну вот из совсем простых, даже иногда ненужных вещей в хозяйстве мы творим. Самый, так сказать, шик креатива. Да. Вообще дизайнеры, как таковое понятие дизайна на Западе появилось как раз-таки из того, что люди стали делать из отбросов, из того, что не нужно. И самыми креативными дизайнерами, допустим, Филип Старк, такой известный очень, у него есть изобретение, пластиковый стул. Мы ими все пользуемся. Они стоят у нас в кафе в летних. Везде он с помощью этого стула сделал себе состояние, просто-напросто придумав его из старых пластиковых бутылок. Маша, ну необходимо, наверное, проанонсировать для всех наших телезрительниц о том, что каждую среду Мария будет делиться своими секретами. Секретами, как можно из подручных средств создать что-то уникальное, эксклюзивное, а самое главное, индивидуальное. И наша рубрика будет называться «Лайфхаки от Маши». Вот такое современное название. Сегодня вот как раз мы будем оживлять наши старые джинсы, которые иногда настолько любимые, что их жалко выбросить. Это вот я вот свои любимые джинсы. Не пожалела даже. Очень тяжело оставаться с ними. И вот мы будем делать, ну, наподобие вот такого, я не знаю, камера сейчас возьмет органайзер крупного. Получится взять у нас? Органайзер из старых джинсовых карманов. Ну, я немножко улучшу, так сказать, эту модель, и будет она у нас жить в нашей передаче. Этот органайзер будет стоять у меня на столе, как раз на каждую среду будем его восстанавливать. Ну, то есть он и нам пригодится на наших эфирах? Да, он как раз пригодится мне на моем столе в течение наших эфиров. Ну, и тогда, прошу, перечисли все, что необходимо для создания твоего шедевра. Ну, во-первых, может быть, вам покажется странным, что у меня здесь есть приборы, так сказать, нашего мужского, так сказать, мира. Это шуруповерт, степлер, пистолет для клея, и в том числе стикеры, машинка швейная. И принадлежности, которые такие всеиминутные. Это канцелярский нож, естественно, нитки, иголки. У меня еще есть белая краска, но она слишком большая, чтобы ведро сюда ставить. Я буду пользоваться. Мы сделаем логотип, ну, не логотип, а две заглавные буквы на нашей доске, на городе женщин. И это будет наш, как бы, фирменный стиль моего стола, так скажем, органайзер. Вот такая креативная идея. Ну, дорогие телезрители, в течение своего эфира, нашего эфира, мы обязательно будем возвращаться периодически к Марии и наблюдать, лицезреть, как же происходит весь процесс, да, Маша? Да, обязательно. Ну, немножечко, с чего начинаем? Ну, естественно, у нас есть старые карманы джинсовые. Наши, я не буду, они чистые, не вдумайтесь, я не грязная джинсовая, я их не стирала. Как правило, у нас карманы очень долго живут, поэтому мы их используем. И это будут кармашки для нужных вещей, которые мы наколотим. И все из остатков. У меня был ремонт, осталась вот такая вот доска. Досточка. Я его слепила из того, что было, а потом, что было, и полюбила. То и полюбим все мы, да? Отлично. Настя, у меня вопрос, но все-таки ты представитель у нас бьюти-индустрии, да? А как у тебя обстоят дела с творчеством? Вот можешь ли ты создавать что-то своими руками? Ну, я создаю тоже красоту, но уже на лице уже наших милых женщин. И, ну, руками я тоже люблю творить, как все женщины. И буду учиться у Маши теперь уже, буду творить уже с Машей. Ну, а я, в свою очередь, обожаю делать домашние маски, поэтому я буду у вас учиться тоже. То есть у нас сегодня только будет, у нас каждый средний будет взаимообмен. У нас будет тандем. Анастасия будет учиться у Марии, а Мария будет учиться у Анастасии. Замечательно. Ну, мне кажется, у нас очень хороший тандем такой, так весело нам. Девочки, ну, продолжая тему красоты. Вот считаете ли вы, что физическая красота – это вот прям, ну, основа основ? Ну, я так не считаю. Конечно, человек должен быть физически красивый, но духовно развиваться, становиться лучше – это первостепенно. Не, ну, говорят, что и лицо, и одежда, и душа, и мысли, если мы, так сказать, вспомним классикам. Но физическая красота может быть… Тогда как делать, как быть людям тем, у которых, допустим, физические недостатки? И в общем понимании, так сказать, у кого руки, ноги, там, два уха, два глаза, они не вписываются. Как-то, ну, наверное, красив должен быть все-таки… В общем, это после общения начинается, наверное, мы познаем красоту. Не только вот как картинка, а все-таки больше, когда общаться начинаешь с человеком. Знаете, у меня есть немножечко статистики, девочки. Знаете, по опросу одной из, ну, не будем озвучивать газет, из 100 опрошенных женщин 77% россиянок боятся постареть. Вот боитесь ли вы постареть, девочки? Ну, красота приходит с возрастом, поэтому я не думаю, что я буду бояться этого. Маша, ты боишься постареть? Я могу сказать, боюсь я чего? Я боюсь, что у меня руки-ноги откажут. Ты боишься больше, что откажут руки-ноги, да? Да, и еще немножечко статистики. 58% из 100 опрошенных женщин каждые 2 часа смотрятся в зеркало. 58 из 100%, да? Каждые 2 часа, вот такая статистика. Как часто вы? Я 58%. Вы входите в эти 58%. Ну, и понятно, вы ведь косметолог. Маша, как часто ты достаешь зеркало? Нет, я вхожу в 42%. 42%, то есть отсутствие зеркала полностью, да? Нет, ну не полностью, но мало. Я просто из-за работы мало в зеркало смотрюсь. Ну, вот смотрите, дорогие телезрительницы, да, 58% каждые 2 часа смотрится в зеркало. Мне кажется, это такая очень интересная статистика и показательная, да? Ну, даже вот когда в машине едешь, ты все равно вот в боковую посмотрелась, вот в переднюю посмотрелась, мне кажется. Ой, в автомобиле, да, я постоянно смотрю в зеркало. Ну вот. Вот, это секрет, наверное, каждой женщины. Ну, вот зеркало в автомобиле, это, наверное, одна из самых необходимых вещей для женщины, да? Продолжая тему статистики, 66% из запрошенных женщин задумываются о процедурах омоложения. Здесь вопрос, Анастасия, к вам. Вы входите в эти 66% или все-таки пока... Ну, в 66% я точно вхожу, наверное. Да, конечно. Маша, а задумывалась ли ты? Я скажу, потому что я делаю массаж лица. Ты делаешь массаж лица. Я ошибаюсь, тайский массаж, это просто вообще. Я за него готова родину продать. Отлично. 70% из 100 прошенных женщин считают, что через 10 лет инъекции будут что-то вроде очередной новой помады. Ну, да, конечно, это так, потому что, ну, по сравнению, вот с 10 лет там вообще никто не ходил, а сейчас больше становится. Ну, вы тем более косметолог, да, у нас вы, наверное, не понаслышке знаете, да, об этом. И все-таки вы согласны с этим мнением, да, что через 10 лет это будет что-то вроде совершенно новой помады, да? Да, отлично. Ну, и так, Маша у нас в процессе изготовления эксклюзивного органайзера от Марии Куницкой. Мы продолжим нашу тему красоты женской сразу после короткой рекламной паузы. В эфире программа «Город женщин». Мы продолжаем делать наши штучки-дрючки. И предоставляю слово нашей ведущей Даше. Итак, Мария озвучила, что вы, дорогие телезрители, смотрите прямой эфир программы «Город женщин». Программы, в которой мы обсуждаем все, все, что связано с женщинами, их интересы, их увлечения и так далее. Ну, а рядом со мной находится Анастасия Крылова. Это наш постоянный бьюти-эксперт, косметолог, который не понаслышке знает все о физиологической красоте. А самое главное, она знает, как сохранить и поддержать естественную красоту женщины. Ну что ж, Настя, каждую среду мы будем обсуждать секреты красоты с точки зрения именно медицины и косметологии. Да, и вот сегодня на дворе осень, и мы займемся проблемами именно осенними. После лета у нас в основном это пигментация. Ну и сегодня разберем, наверное, пигментацию. Но очень актуальная тема, ведь после шикарного летнего загара, в котором мы могли похвастаться только в летний период, сейчас у многих женщин действительно появилась проблема пигментации. Вот каковы основные причины пигментации у женщин? Ну, основные проблемы пигментации появляются после ультрафиолетовых излучений, после активного солнца в основном. И у нас, ну, казалось бы, Якутия, там нету солнца и так далее, но это у нас краевая патология. Очень много встречается именно пигментных пятен в весенний период. И тип кожи у нас такой, что очень подвержен сам ультрафиолетовому облучению. Кроме того, у нас основная проблема – это гормональные изменения, это беременность, период лактации, какие-то заболевания гормональные, да, у женщин. Ну, хотя у мужчин тоже встречаются, но к косметологам они обращаются, конечно, реже. А в вашей практике были такие случаи, когда мужчины обращались именно к косметологу по поводу пигментации кожи? Конечно, они обращаются, но, конечно, реже, чем у женщины, и в основном, если это у них именно эстетического характера проблема, тогда они... То есть мужчины бегут к косметологу только тогда, когда совсем все плохо, да? Да, совсем, все вообще... Анастасия, а на что нужно обратить девушкам в первую очередь? Вот каковы первые, да, ласточки, вот того, что у вас все-таки уже начинается появление вот неких пигментных пятен? Ну, вот здесь нужно сказать, что женщины должны обращать внимание, когда появляется очень много родимых пятен. Так называемых пигментных пятен не только на лице, но и по всему телу. Когда веснушки меняют свой цвет, когда родимые пятна увеличиваются, начинают зудяться, вот тогда уже надо прям бежать к косметологу или к дерматологу, или даже к онкологу в некоторых случаях. То есть... У меня вопрос сразу возник. Вот, допустим, знаете, есть милые веснушки, вот есть такая модель, я не помню название, Бенетон очень долго рекламировала, она брюнетка, но у нее прямо вот все кожа в веснушках, но ей-то идет. А бывают люди, которые комплексуют из-за этого, и у них веснушки такие, знаете, как дно большое пигментное пятно. Вот это можно вывести, стоит вообще это делать или нет? Ну, здесь уже каждый человек решает сам, как будет убирать или не убирать вот эти веснушки, потому что некоторым, да, действительно, это идет прям, это их индивидуальность, это их жизненность. Это даже изюминка, про которую говорила Мария, вот как раз это и есть изюминка. Но опять же, тогда возникает вопрос, веснушки, они вообще выводимы? Веснушки, они их, да, можно вывести, можно их как бы затонировать, немножко сделать посветлее, но и полностью убрать веснушки нет. А это не вредно? Веснушки? Да, убирать. Убирать? Нет, не вредно. Убирать веснушки не вредно. Тогда возникает вопрос, ну, веснушка, обычно это говорят, ты любим солнцем, да? Необходимо отметить для наших телезрителей, веснушки это все-таки отклонение или это все-таки просто данность? Это вариант нормы, да, но если они начинают усиливаться, сливаться, это уже патология. То есть все равно необходима консультация, да? Конечно. Грамотного косметолога. Ну вот, допустим, мы поговорили про любимые или нелюбимые, да, веснушки, а возвращаясь к пигментным пятнам. Одно из самых таких основных, да, методов вообще удаления это отбеливание. Вот я очень много читала про отбеливание и даже в своем, я помню, ну, детстве, да, или в подростковом периоде я прям активно пользовалась отбеливающими масками. Ну, потому что как-то считалось, что быть темненькой, загорелой, ну, не очень было хорошо. Все время хотелось иметь белокожую кожу. Отсюда вот отбеливающие препараты, это хорошо или плохо? Отбеливающие препараты, они не приносят вреда, если они показаны этому человеку, этому пациенту, но, опять же, злоупотреблять этим тоже нельзя. Ну, отбеливающих процедур очень много, это не только, там, крема, маски, да, но это и лазером можно отбелиться, да, пилинги химические делать, мезотерапию, биревитализацию. Куча процедур нужно выбрать индивидуально каждому и вот смотреть прям проблема какая. Ну, вот, Анастасия, вы отметили, что процедур отбеливания их очень много, да, и как-то сейчас, да, многие девушки стали чаще обращаться к косметологу, но это становится все популярнее и популярнее, да. Вот на вашей практике, какие вот самые популярные процедуры отбеливания, ну, по статистике в нашем городе? Ну, конечно, это химические пилинги, потому что, ну, и по ценовой политике они более приемлемые, да, и после них идет уже лазерная шлифовка, но когда идет, ну, более такая грубая, да, более такая инвазивная эта процедура, и не каждому это подойдет. Ой, я прослушала, какая процедура? Лазерная шлифовка. А, это, которую в Голливуде все пользуются, да? Ну, наверное. В Голливуде. Маш, ты, наверное, пожалуйста, Анастасия, это подружце, не желаешь опробовать на себе лазерное отбеливание? У меня потом лицо не сотрется. Маша, а куда, скажи, еще бели-бели? У меня лазер, это только гиперболуид инженера Гарина. Знаете, такой был рассказ, когда он прожигал дома насквозь. Вот у меня лазер только в этом был. Ну что ж, Маша, работай, работай, дорогая, не отвлекайся. Итак, говоря о разновидностях пигментных пятен, они ведь тоже подразделяются, да? Какие бывают пигментные пятна? Ну, пигментные пятна изначально бывают врожденные, неврожденные и искусственные. Они тоже могут быть, и к ним относятся вот татуаж, когда люди уже набивают себе наколки, да. То есть татуаж это тоже вид пигментных пятен? Да, потому что мы искусственно вводим пигмент, поэтому тоже относятся вот... Ну и здесь, мне кажется, это, наверное, одна из самых любимых женских тем, актуальных. Сейчас татуаж. Да. Это пигментация кожи. И, конечно, татуаж у нас бывает разный, да? Татуаж бровей, губ, контура губ. Век бывает. Даже и век бывает. Маскировочный татуаж бывает, когда вот на лице, хотя делайте румянах, и тональный крем даже можно... То есть даже бывает тональный крем в виде татуажа? Да. То есть можно один раз намазаться и неделю ходить за горючей. Зато, наверное, месяцев 6 будешь ходить, а не неделю. Ну там около двух лет можно ходить. Возникает вопрос. Такой вид пигментации мы знаем, что с ним очень сложно потом вывести его, да? Ну сейчас, раньше, да, трудно было выводить татуаж. Сейчас лазером, да, можно вывести. Ну, в принципе, довольно-таки быстро. Мне кажется, мы должны будем посвятить отдельный эфир, конкретно татуажу, да? Вообще правильному нанесению, правильному подходу к этому, да? Просто необходимо отметить, что именно это все-таки является искусственным пигментом. Конечно. На коже лица, да? А как вот, кстати, искусственный пигмент, который подбирается, он проходит какое-нибудь опробирование? Конечно. Ну, нет, индивидуально к человеку. Или он такой устремленный? Ну, это в основном искусственные красители, то есть неорганические. И имеется в виду, что на органические красители у нас только аллергии, а на неорганические аллергии не бывает, поэтому... Ну, тесты особо мы не делаете. Ну, мне кажется, сейчас 21 век, век новых технологий, и ты можешь спокойно, Машинка, довериться опытным косметологам и получить... Я просто хочу вот такие брови сделать, знаете, как это вот так? Эффектные брови. На полу-луба. Машу. Так, отлично. Анастасия, мы продолжаем. О каких болезнях могут говорить пигментные пятна? В основном это гормональные проблемы, да, в основном это аутоиммунные заболевания, заболевания желудочно-кишечного тракта тоже могут привести к пигментации. Ну, заболеваний много, и надо разбираться уже. Ага. Вот здесь я, ну, одно из самых таких, наверное, страшных и, наверное, ужасающих заболеваний, это витилиго. Это пигментное, да, заболевание. Вот немножечко можно об этом поподробнее? Ну, я не соглашусь, что это прям ужасающее, страшное заболевание. Люди с такими, вот с диагнозом витилиго делают даже карьер модельном бизнесе, поэтому это индивидуальность тоже в какой-то степени. Да, оно не лечится, оно очень плохо лечится, да, это аутоиммунное заболевание, поэтому, ну, ну, как-то это приостановить, как-то этому человеку помочь, брать можно. Ну, то есть, витилиго, у меня, наверное, такой возник вопрос сейчас, заразно ли это? Нет, это не заразно, но оно может передаваться только по наследству. По наследству передается? Да. А возможно ли сейчас с помощью каких-то медицинских препаратов предотвратить, чтобы ребенку твоему передалось именно вот такое заболевание, как витилиго? О, это очень сложно, наверное, это на уровне генетики уже, да, ну, даже не представляю, как это возможно сделать. Анастасия, ну, раз уж мы подняли такую актуальную тему пигментация, как в домашних условиях или в салонах красоты, какие меры профилактики можно использовать? Вот, начиная с февраля месяца уже нужно пользоваться СПФ-кремами. СПФ-крем подбирается индивидуально в зависимости от типа кожи, да, и, ну, пользоваться там умывалкой, кремами, саха-кислотами. Это салициловые, фруктовые, гликолевые, ну, такие небольшой процент можно использовать. А какие-нибудь маски вы посоветуете, вот, допустим, своего приготовления, ну, прямо сейчас можно посоветовать? Масочки можно с лимоном, с кефиром. Записывайте, зрители. Мы будем их готовить уже потом, да, ага, а сегодня просто вот я расскажу, что это лимон, кефир, огурец можно, ну, самые такие обычные ходовые масочки можно делать дома. Ну, что ж, спасибо большое. Я надеюсь, сегодня мы немножечко познакомились с такой проблемой женской красоты, как пигментация. Ну, а сейчас мы уходим на небольшую, короткую рекламную паузу, и после нее обязательно вернемся и будем продолжать наш разговор о женской красоте. Так, я сейчас отжиматься. Мы продолжаем прямой эфир программы «Город женщин». И сегодня мы говорим о женской красоте. Многие считают, что красивая женщина – это женщина, которая счастливая, а самое главное – она любима. Самое время перейти к нашей постоянной рубрике «История любви». Внимание на экраны. Им удалось вместе пройти через многое. Уверена, истории их любви, опыт и мудрость будут очень полезны нашим телезрителям. Я в гостях у одной из самых любимых пар Якутии – у Александра и Сахая Бурнашова. Я Сахаю сперва увидел, когда ей было годикой четыре. Правда? Я не знала. Потому что наши родители с одной деревни. У нас не было такого, что вот такая вспышка, там, любовь с первого взгляда, там, увидели, все, влюбились. Просто постепенно, вот, дружба была, друг другу как-то нравились, и потом постепенно уже он признался в любви. Сделал мне предложение. А, кстати, я в этот год поймала букет невесты. Расскажите, какой вот сюрприз вам сделал Александр, который вам запомнился больше всего? Каждый день я делаю сюрпризы. Даже цветочки дарят. Ну, что же может быть для женщины? Булочки готовить. Булочки готовить. Я просыпаюсь, а он уже на кухне с булочками стоит уже. Ну так. Кстати, он очень вкусно готовит, вообще, мужчины, это лучшие, наверное, повара в мире, да? Вся Якутия в свое время была свидетелем вашего расставания. Как вот все-таки удалось преодолеть эти трудности и снова воссоединиться? Ну, мы тоже живые люди. Очень много людей и женятся, и разводятся, и разбегаются, да? Ну, просто мы люди известные, поэтому наверняка как-то вот это проявляется быстрее. Недавно я знаю, что у вас пришли весьма-таки откровенные съемки для одного клипа. Как вот вы, Александр, относитесь к этому? Ну, была, конечно, интересная съемка. Немножко он с другой стороны меня показал. Более такой роковой женщиной вамп, секси. Ну, меня, кстати, успокоил Саша, потому что пошел ажиотаж на следующий день, да, после наших бэкстейджов, да, вот в Инстаграме, там, в Сахалайфе и так далее. И Саша сказал, ничего страшного, ты же артистка, ты должна быть разной, интересной, в разных образах. Да, Сахая красивая женщина, надо красоту показывать народу, и в этом ничего плохого нет. Так что, если муж спокойно отнесся к этому, то, я думаю, что все будет хорошо. Ну, всем понравится, я надеюсь. Сахая, Александр, сейчас я вам раздам вот такие вот папочки. Мы с вами сыграем в игру. Задаю вам вопрос, и вы одновременно на него отвечаете, но не подглядывайте друг к другу. Какого артиста больше всего любит пародировать Александр? Одновременно пишите. Все готово? Нет, так, переворачиваю. Раз, два, три. Да? Совпало? Нет. Что вы делаете? Сыни. Так, давайте следующий вопрос. Что больше всего любит есть Сахая? Что-то я так написала. Ну-ка, давайте, раз, два, три. О, да, все правильно, ага. Суп? Суп. Молодцы. У каждой пары есть своя любимая песня. Какая у вас эта песня? Ну-ка, давайте, раз, два, три. Са-а-а-а. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ну, это я неправильно отвечаю, да? На самом деле. Не, ну, вы на самом деле большие молодцы. У вас есть совпадения. Совпадения есть. У вас совпадения есть. Это очень важно. Вот, это очень здорово. Спасибо вам огромное, что согласились на это интервью. Как вы все-таки поделились опытом, своей мудростью, которая очень будет полезной нашим телезрителям. Итак, дорогие телезрители, если вы только что присоединились к нам, напоминаем вам о том, что вы смотрите совершенно новый проект на каналах НВК САХА и САХА24 «Город женщин». «Город женщин» – это совершенно новая, интересная передача. И если вдруг вы желаете стать участницами этой программы, либо вы хотите рассказать свою лавстори на всю нашу республику, вы можете смело обращаться к нам. Телефоны и контактные адреса вы видите прямо сейчас на ваших экранах. Звоните, пишите, мы всегда рады сотрудничеству. И напоминаем вам о том, что каждую среду в нашем эфире у нас присутствуют эксперты. Эксперты «Мире моды» и креатива Мария Куницкая, а также бьюти-эксперт, косметолог салона красоты Аннабель Анастасия Крылова. Вы также можете оставлять ваши вопросы нашим экспертам. И мы обязуемся в следующем эфире обязательно ответить на все интересующие вас темы. Присоединяйтесь к нам. Маша, а какое тебе тело? На каком этапе? Ну, я практически, на самом деле, почти закончила. Я могу рассказать немножечко поэтапно, что я делаю. Значит, я, как уже говорила, у меня остался вот такой вот щит мебельный от полки в ванной. И я его решила использовать как основу для органайзера. Мы, значит, на семейном совете перешили, что мои джинсы пора выкинуть. Ну, не просто выкрасить. Мама не ходит в таких драных джинсах, я говорю, это рабочие. Ну, вот сейчас они выглядят вот так. Отлично. Мы вырезали кармашки. Уже одевать нельзя. Хотя некоторые так и ходят. Как вариант. Да. Ну, значит, я вот вырезала карманы задние, потому что они наиболее удобные для чего-то, вот, знаете, как, ну, положить или что-то. И взяла основу, у меня маленький кусочек тафты остался. Вот я настрочила на них карманы, теперь я уже буду приклеивать и пользоваться степлером. Ну, вот где-то так у меня будет располагаться это все. Вот. Единственное, ну, вот я сейчас в процессе обнаружила, что мне нужно было бы, наверное, не подвесы сделать, а опору. Ну, на следующем, так сказать, эфире я покажу, как можно это сделать просто в начале передачи. А вообще, скорее всего, это будет на цепи, потому что у нас осталась цепь. И вот пока еще в таком. Спасибо, Машенька, продолжай. Девочки, а вы согласны, что спорт и правильное питание – это залог женской красоты? Да. Естественно, конечно, потому что вот занятия спортом именно дают нам, и правильное питание, конечно, дают красоту. Именно поэтому, дорогие наши телезрительницы, каждую среду у нас будет постоянная рубрика «Строим тело», когда мы будем приглашать к нам в студию различных фитнес-тренеров и диетологов, благодаря которым мы сможем всегда держать наше стройное тело в форме. Ну а кто к нам пришел сегодня в гости, узнаем прямо сейчас. Давайте знакомиться. Сегодня к нам в гости пришел чемпион России по бодибилдингу, мастер спорта по бодибилдингу, тренер по кроссфиту Виталий Рудаковский. Просим, посмотрите, один из первых мужчин в нашем городе женщин пришел как настоящий мужчина с цветами. Анастасия, ну и, конечно же, Дарья. Спасибо большое. Как замечательно. Да, спасибо. Поздравляю вас. Надеюсь, цветы в среду, это удача. Удача? Да, мне кажется, что у нас каждый день будут цветы, это будет всегда удача для нас. Ну, Виталий, во-первых, примите наши поздравления и добро пожаловать в Якутск. Да, да, спасибо. Я уже в Якутске не первый раз. Очень приятно здесь всегда приезжать сюда и хотел бы вас тоже поздравить с новым сезоном, с телевизионным сезоном. Я уверен, что эта передача просто будет набирать обороты и очень рад сегодня присутствовать на этом празднике. Ну, а с чем же вы пожаловали к нам в Якутск? На самом деле открылся новый Крузфит-клуб Спортбаза, в котором я сейчас на сегодняшний день еще в ближайшее время буду преподавать, вести групповые тренировки, семинары. Это все можно тоже в Инстаграме, в Интернете все найти. В принципе, приходите, всех буду ждать. Вот вы не первый раз к нам приезжаете, приехали на открытие фитнес-лайфа, да? Да, да. И также проводили персональные тренировки. А сейчас вот как персональные тренировки также проводятся, посещаемость, как, изменились ли фигуры у женщины? На самом деле время не стоит на месте, все меняется, женщины меняются, скажем так, не мужчины, а вообще в лучшую сторону, слава богу. В принципе, женщины всегда прекрасны. Вот Мария вообще не отчаивается, она всегда прекрасна, Дарья улыбается, Анастасия красивая. У Маши есть наболевшая тема, у нее нет наболевшей темы. Просто настолько приятно присутствовать, что... Машенька, ну давай, я знаю, что ты хотела задать вопрос. Мы, так сказать, обсуждали, ваш приход был. И я говорю, надо спросить, наверное, все-таки про грудные мышцы, зоны декольте, так сказать, вот это место. Есть такое упражнение, когда бодибилдеры выходят на сцену, они вот так, как будто это, с женской грудью, так тинь-тинь-тинь делают. Ну вот, Машенька, мне кажется, ты здесь, да, вот примерно так. Вот именно этому, Машенька, именно этому, Мария, прошу, проходите, пока научите Машу делать так же. Да, пойдемте, Мария, сейчас получится, пойдемте. Итак, упражнения для того, чтобы мышцы груди у вас... Ну, скажем так, увеличились, наверное, да, все женщины хотят, чтобы грудь была красивая. Существует одно прекрасное, самое простое упражнение, которое можно делать в домашних условиях, это отжимания. Простые отжимания от пола. Они могут быть с широкой постановкой рук, так и с узкой. Например, если с широкой постановкой рук, да, то это можно делать очень просто. Маша? Да, если тяжело стоять в стойке, просто остановитесь на коленочке. Просто, да, да, вот, Маша, молодец. Давай, Маша. Прямо остановитесь на коленочке и... Опа! Молодец, вообще класс! Супер! Ну, Маша! Супер, вообще прекрасно. А это красавица! Ну, я так и знал, что Маша умеет все. Виталий, присоединился. У меня уже стали такие мышцы. Да, да, да. У вас пройдут мастер-классы. Когда и где? Это будет в спортбазе в субботу. В субботу можно будет... Ну, и сейчас тоже в спортбазу можно будет подойти, узнать расписание. Спортбаза работает с 9 до 22. Можно будет узнать. Все четко там, вся информация есть. Администратор. Итак, дорогие телезрители, Виталий Рудаковский в нашем городе не просто так. Он проводит мастер-классы и семинары по бодибилдингу, по технике упражнений, про питание будет вести вам семинары. А также вы можете попасть к нему на персональные тренировки. А это дорогого стоит. Ну и раз уж мы затронули тему правильного питания, совсем недавно в нашем городе появилась первая в Якутске доставка здорового питания на дом Олимпфуд. Хочешь вкусно и полезно питаться? Звони и выбери свой тариф. Ведь все рецепты разработали профессиональные диетологи совместно с фитнес-тренерами из самых свежих продуктов без красителей, нитратов и консерватов. Используя самые передовые технологии приготовления блюд без масел и жарки. Виталий, какова ваша идеальная женщина? Идеальная женщина Виталия Рудаковского. Ну конечно же, все смотрели «Пятый элемент», все смотрели «Пятый элемент» и там была Люлу, да? Ну таких идеальных женщин не бывает, поэтому нет идеальных женщин. Нет идеальных женщин. Мы вернемся сразу после короткой рекламной паузы. Я пошел. Мы продолжаем прямой эфир программы «Город женщин». И до ухода на рекламу нашу студию так триумфально вошел чемпион России по бодибилдингу, мастер спорта по бодибилдингу, тренер по кроссфиту Виталий Рудаковский, который приехал к нам в город не просто так. Он приехал с огромной насыщенной программой не только для прекрасного женского пола, но также для мужчин. Виталий, еще раз расскажите примерно, когда, где и по каким мастер-классам можно присоединиться к вам? Вся информация в спортбазе «Лермонтова 36». Можно прийти, узнать у администратора полностью все мое расписание, групповые тренировки, персональные тренировки, также семинары по возможным вопросам. Это все можно узнать в спортбазе. А как долго вы будете находиться в нашей столице? Ну, я еще буду здесь неделю точно, так что я думаю, что за неделю можно найти время и попасть. А вот у меня, раз уж мы говорим про женскую сегодня красоту, спорт и женская красота, это вещи как синонимы или все-таки красота женщины не только в ее блестящей физической форме? Ну, красота женщины, она и внутри, конечно же, но если и снаружи она такая же, то это вообще супер. Это вообще супер. Спасибо большое, Виталий, что посетили наш город женщин. Мы желаем вам удачи, успехов и трудитесь во благо всех женщин нашей республики. Мне также благодарю, спасибо. Итак, девочки, мы продолжаем тему красоты. Знаете, я задумалась буквально на днях о том, что, наверное, любовь к красоте нужно прививать с детства. Да, конечно, любовь к красоте, к природе, к пейзажам, к музыке. Окружать себя красивыми вещами, которые еще и сделаны своими руками. Но вообще красота, вот не зря же говорят, когда человек смотрит на красивое, он не совершит подлость, не скажет дурного слова. Это как-то сказывается. Ну и тогда мы сейчас приглашаем к нам в студию по-настоящему красивую молодую мамочку и не менее красивую девочку. Знакомьтесь, прошу, Мария Осипова и маленькая Сандара. Ой, такая, сладенькая такая. Здравствуйте, девушки-красавицы. Итак, вот так выглядит современная мамочка, которая идет в ногу со временем. И мы сегодня с вами, дорогие телезрители, имеем возможность познакомиться с современным направлением моди, которое называется Family Look. И Мария Осипова расскажет нам об этом поподробнее. Маша, здравствуйте. Что же такое Family Look? Family Look, это в переводе с английского, как уже понятно, это семейный образ, выглядит вместе, одинаково, всей семьей. Ну, зародился он в начале прошлого века в Америке, в модных домах начали отшивать платье для дочек и мам, а потом уже в середине прошлого века из модных журналов перекочевали, вот помните, там, на Рождество фотовицы все вместе. Все об одинаковом, да? Об одинаково. Вот такая традиция зародилась. И у нас в Якутске это стало популярно. Да. Но хотелось бы отметить, дорогие телезрители, что это не покупные вещи. То есть Мария поинтересовалась таким направлением моды, как Family Look, и стала создавать образы для себя и для своей прекрасной малышки. Вот посмотрите, какая сидит модница, какая у нее осаночка. И насколько сложно вам вот создавать, вы вообще, вы швея по профессии или нет? Нет, вообще я по профессии инженер, но с первым ребенком, сыном, я ему начала шить, и сразу уже начала мечтать, когда у меня будет дочка, я буду ей шить красивые платья. Я так мечтала, дочки даже двух мечтала сразу. Ой, как жарко, что моя выросла. Выросла, да, а то была бы возможность так, да? А вот ваше личное мнение, для чего, для чего вот вообще этот Family Look, ну, оделись одинаково и что? Ну, ведь это же все равно несет какую-то педагогическую нотку, да? Да, конечно. Все равно я считаю, что девочке нужно прерывать вкус с раннего детства, чтобы она выглядела, ну, выглядела, как подобает девочке, барышне. Барышне украшать себя. Да, украшать себя, да, уметь украшать, подавать себя. Это очень важно, я считаю. И она, наверное, у вас уже разбирается в моде, я так думаю. Да, 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 да. Она собирается в садик, и каждое утро у нас с ней споры, насчет чего она... Ну, она, у нее уже собственный вкус, она сама создает себе образы на день. Вечером находит какую-то сумочку и уже думает, что с этой сумочкой можно одеть завтра. Начинает с сумочки, в общем. Настоящая женщина, да, все начинает с сумочки. А еще один вопрос, вот, вы создаете образы фэмили-лук, ну, для себя, в первую очередь, и для своей доченьки, да? Она всегда поддерживает ваши идеи, или все-таки иногда она говорит, мне это не нравится, мама? Бывает такое, но чаще всего наши вкусы пока совпадают. Уй, держитесь, уй, держитесь, потом начнется. Я ее шью прям почти с рождения, первый наш фэмили-лук случился в ее 6 месяцев. Ну, вы уже одинаково выглядели. Ой, здорово. Я сшила себе свитшот, и на остаток решилась сделать ей тоже свитшот. И ей так понравилось, и решила, ну, уже... И это экономично, во-первых, покупаешь ткани из остатков, дочке что-нибудь все равно туда получается. Вот сейчас, когда она уже стала постарше, ей нравятся такие пышные платья, и когда я сшила платье-тунику, вот такую вот уже прямую, ей не понравилось. Мне пришлось пойти в ткани, докупить еще ткани, чтобы платье разлеталось. А сколько лет? Это сколько лет ей было? Ну, сейчас вот, ей три года сейчас. Вот такие у нас красивые маленькие девочки. Спасибо большое, дорогие наши девочки-красавицы, что пришли и показали свои таланты. Ну, мне кажется, эта красота стоит того, да? Спасибо вам. Анастасия, тебе понравилось? Конечно, вообще. Я без слов. Без комментариев, да? Да. Спасибо большое. Итак, Мария, возвращаемся к тебе, дорогая моя. Ну, все. Что у тебя там? Все почти закончено. Мне осталось только нанести логотип наших буквок. Так, вот такая получилась у меня конструкция, которую можно подвешивать и класть туда последний, так сказать, гвоздь программы. Все. Вот. Дорогие телезрители, полюбуйтесь. Полюбуйтесь. Можно положить ножницы. Можно положить канцелярский нож. Вот так, он острый. Пардон. Молодец, Машенька у нас просто. Ну, я не знаю, какие-нибудь копии. То есть вот такая вот вещь. Ну, вот я говорю, уже умная мысля приходит опослят. У меня осталась дверная петля одна. И вот, наверное, в следующий раз все-таки у нас будет стоять на столе, на опоре, чтобы органайзер был вот так вот здесь. И уже будет с логотипом. Итак, отлично, дорогие телезрительницы, творите своими руками, следите за рубрикой «Лайфхаки» от Марии Куницкой. И мне кажется, вы обязательно для себя найдете что-то новенькое и интересное. Ну, и так, мы напоминаем вовновь, дорогие телезрительницы, если вы желаете стать героинями нашего эфира, или же вы желаете задать свои вопросы, свяжитесь с нами по номерам телефона, которые вы видите прямо сейчас. И мы всегда будем рады видеть вас в нашем городе, женщин. И, конечно, мы постараемся всегда ответить на ваши вопросы. Вопросы о красоте. О косметологии. О косметологии. Вопросы к Марии. О всяких штучках, дрючках, которые можно делать дома своими руками. Ну, и, конечно, вообще мы будем разговаривать всегда о том, что же такое женщина, что ее интересует, что ее заботит. Это как, знаете, в песне «Из чего же, из чего же сделаны наши девчонки». Вот именно об этом мы будем стараться обязательно разбираться в этом каждый эфир. Мария еще заканчивает логотипы. Да, сейчас вот мы прям. Логотипы нашей программы. И это у нас первый будет, первый эксклюзивный атрибут в нашей студии. Ну, а мы напоминаем также, что наши манекены студии также готовы к сотрудничеству. Они у нас сейчас пока очень скромные, поэтому, уважаемые рекламодатели, вы также можете воспользоваться нашими манекенами для вашей креативной рекламы. Ну, и на это время нашего эфира подходит к концу. Машенька, твое напутствие. Ну, смотрите «Город женщин». Радуйтесь каждому прожитому дню и будьте всегда красивы. Красота требует не жертв, а ухода. И каждую среду я буду вас учить, как ухаживать за собой. Ну что ж, а я бы хотела завершить наш такой интересный женский эфир с афоризмом великой, знаменитой Коко Шанель. Коко Шанель говорила, заботясь о красоте, надо начинать с сердца и души. Иначе никакая косметика не поможет. Верно, Мария? Абсолютно. И также возраст для женщины это не самое главное. Она может быть восхитительной в 20 лет девочке, очаровательной она может быть в 40 лет, но оставаться неотразимой она будет до конца своих дней. Итак, «Город женщин» готов. Гэжэ! Наш Гэжэ готов. Гэжэ, коротко ясно, Гэжэ. Итак, еще раз, дорогие телезрители, мы будем стараться для вас. А вы присоединяйтесь к нашим эфирам каждый день в 12.30 на каналах НВК «Саха» и «Саха-24» новый проект «Город женщин». Будьте счастливы, будьте любимы и всего вам самого наилучшего. Еще раз, Машенька. На будущее мы будем опять, я постараюсь опять что-нибудь сделать интересное из джинсов, потому что тема джинсов неисчерпаема. Но мы будем делать уже то, что нужно для себя носибельное. Мы будем делать масочки, будем делать массажики, будем разбирать, чем отличается мезотерапия от ботокса, вообще, для чего вот эта косметология вообще. Следите за нашими эфирами, а также вы можете присоединиться к нам в социальных сетях. Мы есть практически везде и мы открыты к общению. Ну что ж, до новых встреч, дорогие наши телезрители. И приходите в гости. В гости приходите. В гости. Ждем вас в гости. Добрый день. До встречи. До встречи. До встречи. Спонсор передачи «Город женщин» Дом ткани Яку Тюрье. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»